спартак остается аномальной командой я не знаю другого клуба по отношению к которому обсуждается гардероб главного тренера при этом предмет этого гардероба пиджака становится едва ли не гряд главным предвестником грядущего результата это потрясающе все обсуждают пришел олег георгиевич пиджаке или без пиджака и исходя из этого строит свои прогнозы я не согласен с тем что олег георгиевич становится главным виновником происходящего что на него вешают всех собак потому что готовил он к сезону одну команду потом подвозили футболистов а сейчас играет ну третья команда что ли если посмотреть сколько народ сменилось по сравнению с январем то становится понятно что как-то построить игру выстроить свою линию крайне тяжело претензия коллега георгиевича в данной ситуации не игровая а собственно такая спортивная мне кажется что тренера посмотрите как это делает как это делает симак сергей богданович озвучивал свое мнение папа трансфер уже в первый год работы такой команде как зенит посмотрите что говорит юрий палыч семин по поводу трансферов олег георгиевич молчит он говорит футболистам в случае с амидовыми реминка одно а после того как он принимает определенные решения в паблик говорит совершенно другое нельзя постоянно быть таким бескребетным тренер такой команды как спартак должен иметь яйца и высказывать свое мнение по поводу происходящего очевидно что некий эмоциональный всплеск который был в игре новичков он сейчас этот всплеск прошел сейчас нужно знаете как говорят правильно футболистов расставить я очень надеюсь вот что мое первое впечатление и не разговоры с участниками рынка по поводу футболистов краля и тиля о том что это люди имеющие плюс-минус одинаковый функционал и краля в этой ситуации не опорник окажется вот мои сведения не совсем правильными потому что опорник спартаку нужен я очень разочарован что они не смогли что спартак не смог купить тамеза и тайну этого трансфера нам еще предстоит узнать но пока это все выглядит я не могу сказать что плохо но пока это все выглядит дорого а качество по конец спартак потратил очень серьезные деньги если брать агентские выплаты и премии за подпись около 45 миллионов евро мы видим что команда не играет на эти 45 миллионов евро и есть вопросы по балансу по совместимости футболистов а когда вы продаете за когда вы избавляетесь от луиза адриана в атаке у вас выходит выходит понце и ларсон то безусловно в этом плане есть вопросы к селекции но спартака достаточно спокойный календарь и если не обыгрывать уфу пусть и на ее поле то в общем то кого еще обыгрывать поэтому не стал бы в данной ситуации так нагнетать обстановку но ситуация конечно тревожная представьте себя ну возможно это и очень хорошая для нашей аудитории сравнения на месте ли они до федуна вы потратили в общем и целом на спартак около одного миллиарда евро возможно эта цифра уже приближается к 2 миллиарда мы построили стадион вы тратите на клуб 100 миллионов евро каждый год а в это трансферное окно вы потратили сорок пять миллионов евро суммарно это стоит того чтобы вот после таких поражений переживать потрясающий фантастический очень жесткий стресс и уезжать со своего стадиона под построен на твои деньги через черный ход зачем